РОССИЯ! 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 Ну, представьте себе, командира на месте. Это же военный человек. Он подчиняется приказам вышестоящего командира. А не какой-то самостийной, непонятной морфной структуре, которая не несет никакой ответственности за все, что она делает. Поэтому украинские военнослужащие в Крыму оказались в очень тяжелом положении. Они не хотели никакого кровопролития, не хотели служить захватчикам власти, националистам. По сути, тоже помогали. Повторяю, это не какие-то там наши агенты. Это вообще для нас незнакомые люди. Люди, которые действовали просто по велению, так сказать, души и совести. После провала в Крыму свою кровавую миссию генерал Коваль выполнил позже. Это с его приказов начнется война на Донбассе. Министром обороны Украины его назначил майданный спикер Турчинов, с учетом проявленного героизма в Ялте. Где, как доложил генерал Коваль, он в одиночку противостоял российскому спецназу и десантникам. В первые дни марта в Крыму на сторону России переходит сразу около 20 украинских воинских частей. Но затем Киев начинает заводить уголовные дела на командиров, всячески запугивать, обвинять офицеров в пособничестве врагу. Новые майданные военачальники требовали держать оружие на готове и обещали дать команду к бою в день предстоящего в Крыму референдума. Стало понятно, что силами общественных активистов дальше обойтись будет сложно. А для того, чтобы блокировать и разрушить 20 тысяч человек хорошо вооруженными, нужен определенный набор личного состава, и не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны. Ну, что скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силам морской пехоты, десантников. На аэродромы Кача и Джанкой были перебазированы 14 вертолетов, постоянно курсировали 5 грузовых Ил-76, на полуостров в считанные дни были передислоцированы тысячи офицеров и солдат различных подразделений. До обозначенного в Международном договоре лимита личного состава российской армии в Крыму еще оставался запас в 3,5 тысячи бойцов. Но для обеспечения охраны буквально всех значимых объектов этого уже было достаточно. Ну, это была непростая задача, потому что нам ни в коем случае нельзя было допустить кровопролитие. И нужно было обеспечить людям, как я уже сказал, возможность выразить свою волю. Сама оборона Севастополя, народное ополчение Крыма, казаки и просто горожане теперь с войсками за своей спиной продолжали нейтрализацию тех украинских воинских частей, которым Киев мешал сделать выбор или остаться в Крыму под российским флагом, или уволиться, или переехать на Украину. Так 19 марта закончилось длительное противостояние у штаба военно-морских сил Украины в Севастополе. Киев до этого умудрился поменять здесь несколько командующих и сетовал, что каждый из них начинал сочувствовать России. Это и правда удивительно, но российские моряки всякий раз находили контакт с украинцами. И может быть, благодаря месту, где назначали им встречи. Херсонес Таврический в славянских летописях Корсунь здесь принимал крещение князь Владимир. Отсюда с 988 года православие начинало распространяться по всей Руси. Случайно ли, что именно это место, православное, святое, было выбрано для контактов с украинской стороной во время крымской весны? Оно происходило интуитивно. Наверное, и украинские командующие, и они стремились, может быть, к чистоте, к правде. Поэтому... Место в безопасности, да. Наверное, попытка говорить правду. То одного пришлют командующего флотом, то другого, то третьего. Один из командующих, ну, он натрез отказался переходить на сторону крымских властей, так условно скажем. Я попросил, чтобы с ним поработали ветераны. Вы попросили лично? Я попросил. А предлагалось как-то иначе? Ну, предлагалось более силовым методом действовать. Я просто напрямую сказал нашим военным, пошли ветеранов. Но надо сказать, что они встретили мое предложение скептически. Сказать, да ну, деды чего там... Вот деды эти пришли, до 7 утра с ним вели воспитательную беседу. Во всяком случае, к 7 утра он взял ручку, бумагу и написал рапорт на увольнение. Совет ветеранов предложил свою помощь. И в это же время, так получилось, поступила команда о том, чтобы их привлекать. Работали практически каждый день и во всех частях. И я думаю, польза от этой работы была огромная. Как все-таки удалось в результате вам справиться с украинским флотом? Ну, пришло их с промтом. Что сделать с кораблями, чтобы не было жертв, чтобы не вынуждать на применение оружия? Давайте сделаем так, чтобы они не шевелились, чтобы они не вышли из Ахтярской бухты. Вспомнили историю Великой Отечественной, когда для подобных целей использовались боновые заграждения. Сохранились и боны, и тросы нашлись на складе. С их помощью и удалось оперативно перегородить бухты. Для того, чтобы украинцы понимали, что у нас шуток с ними нет, поставили рядом буксиры морские. Задача, если корабль будет сниматься, толкать его и выбрасывать на мель. А потом вам пришлось затопить судно? Для этого вначале мы взяли списанный корабль от Чаков до лазных катеров, которые мы рядом топили. Их мы подорвали, чтобы невозможно было поднять. А от Чаков залили сверху. Вы его затопили прямо на пути следования? Да, прямо на фарватере в Дону Злалаве. Вместо стоянки Славутича, Тернополя, в результате получилось так, что украинские корабли не только не могли поднять якорь, даже выбрать не могли. То есть они просто оказывались в ловушке? Да, в ловушке полностью блокировано. К вооруженным украинским морякам Александр Витко поднимался на борт в одиночку, без оружия. Переговоры на кораблях шли сутками напролет. При переходе на службу России морякам гарантировали сохранение воинских званий, наград и стажа. Вы знаете, должен сказать, что ребята вели себя очень достойно, украинские военнослужащие. И они пытались сохранять верность присяге. Но непонятно, кому они присягали. Государства-то нет. Президента свалили. А он, между прочим, на тот момент времени являлся легитимным верховным головнокомандующим вооруженными силами. А кто отдает приказы? Какие-то захватчики власти? Абсолютно нелегитимные люди? Последними кораблями, где еще не развивался Андреевский флаг, оставались те, куда сумели пробраться ставленники Майдана. Они угрожали отомстить и украинским, и российским морякам. Поэтому здесь не обошлось без спецопераций. Наверняка вам в это время постоянно названивали западные лидеры. Как приходилось с ними общаться в тот... Звонков было много. Наши американские коллеги, они, когда разговаривали, они прямо говорили о том, что мы блокируем украинские воинские подразделения. Я сказал, что воинских подразделений уже нет. Есть группы людей, военнослужащих, но они без оружия, им ничего не угрожает. И мы сделаем все, чтобы никаких эксцессов, связанных с применением оружия, не произошло. Но это уже не вооруженные силы, это все-таки нечто другое. Продолжение следует...